Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте. Вашему вниманию программа «Якутск. Сегодня» с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссёры Николай Слепцов-Айдын, Михаил Эверстов, а в нашей студии врачи. Потому что говорить мы будем в этой программе про медицину. И в первом блоке мы будем говорить о том, как работает перинатальный центр Республиканской больницы номер один Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева. Я рада представить своих гостей. Кандидат медицинских наук, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Айталина Семёнова. Айталина Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Кандидат медицинских наук, врач-лабораторный генетик медико-генетического центра Кюна Павлова. Кюна Константиновна, здравствуйте. 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 Заведующая отделением новорождённых Кира Фомина. Кира Анатольевна, добрый день. Добрый день. Благодарю вас, что вы пришли сегодня в нашу студию, нашли время. Разговор интересный. Я надеюсь, что мы что-то основное успеем сказать за ближайшие 20 минут. Говорить мы решили про то, как правильно планировать здоровую беременность, и потом как помочь малышам, которые нуждаются в помощи врачей. Но начнём, наверное, с вопроса о том, что такое здоровая запланированная беременность и насколько сейчас это популярно, планировать беременность? Ну да, наверное, в реалиях современного мира планирование беременности достаточно легко. То есть у нас очень много методов контрацепции. Мы можем пройти достаточно большой пласт обследования, и при этом, откорректировав все свои возможные заболевания или дефициты, запланировать желанную беременность. И планировать надо где-то за 3, желательно даже за 6 месяцев. Особенно женщине. То есть в этот период времени надо отказаться от всех вредных привычек, по возможности не принимать препараты, например, антибиотики, но если нет показаний. Мужчинам то же самое. И, конечно же, это здоровый образ жизни, правильное питание, режим дня. И все вот эти такие простые вещи, они приводят к тому, что, в принципе, беременность, которая наступает после такого периода подготовки, она протекает намного легче, и ребёнок, соответственно, рождается более здоровым. А сейчас таких пар много, которые приходят не в момент уже, когда они зачали ребёнка, а когда они только собираются, чтобы узнать, что нужно. Там же ведь нужно очень много пройти, достаточно много пройти обследований на заболевания, передающиеся половым путём, какие-то хронические болезни свои подлечить, чтобы уже организм был готов. Да-да-да, что радует, что таких пар на самом деле стало больше. У нас уже такое выросло поколение очень грамотное, осознанное, оно много читает, и поэтому знает, даже вот вы знаете, что надо обязательно сдать анализы на заболевания, передающиеся половым путём. Надо посмотреть уровень гормонов щитовидной железы, потому что это идёт формирование щитовидной железы у плода. Обязательно тоже нужно, чтобы это всё было хорошо. Потом, учитывая высокую распространённость анемии в Якутии, мы рекомендуем всем женщинам, планирующим беременность, смотреть уровень ферритина. Ну, тот же банальный общий анализ крови, да, и принимать препараты железа, если есть необходимость, фолиевая кислота, витамины D, витамины группы B. То есть подготовиться очень даже реально. Просто в то время, когда я была в детородном таком возрасте, да, мои сверхницы, это обычно были такие внеплановые беременности, которые, ну, случались вот так вот, незапланированно, и мало кто задумывался о том, что необходимо такое тщательное обследование. Хорошо, что если сейчас вот наше поколение молодёжи, они об этом думают и думают заранее, это, конечно... Да, сейчас больше информации, поэтому, да, молодёжь, она очень грамотная. И в этом плане, конечно, они большие молодцы. Является ли это гарантией того, что беременность будет протекать хорошо и без осложнений у мамы, и ребёнок родится здоровый? Или всё-таки такой гарантии вы дать не можете, если... Ну, пара пришла уже, когда она была готова после всех обследований, только после этого они начинают жить на беременности? Наверное, стопроцентную гарантию никто не даст, но вероятность, что эта беременность будет протекать намного лучше, она очень высокая. А какое обследование нужно проходить во время беременности? И когда уже ребёнок рождается, какое необходимо ему обследование? Мы уже поговорим с вашими коллегами. Ну, до планирования беременности, я вот уже начала говорить, да, надо посмотреть ЗПП, да, заболевания, передающиеся половым путём, гормоны щитовидной железы, ферритин, общие анализы, мазки на онкоцитологию, да, сделать обязательно ультразвуковое исследование органов малого таза, да. То же самое надо сдать мужчине. Ну, там, конечно, поуже спектр, да, но заболевания, передающиеся половым путём, и если интересно, можно сделать спермограмму. Спермограмма, кстати, вошла сейчас в диспансерное обследование населения репродуктивного здоровья. То есть практически каждый мужчина репродуктивного возраста может пойти в поликлинику и сдать спермограмму, даже не имея проблем. Да, и вот после этого уже можно, да, начинать планировать беременность. Во время беременности женщина встаёт на диспансерный учёт по месту жительства женской консультации и проходит соответствующее обследование согласно наших порядков. Также ещё в вашем центре могут помогать тем парам, которые не могут самостоятельно зачать ребёнка. Для этого у вас большой спектр. Да, у нас есть отделение вспомогательных репродуктивных технологий. Мы там оказываем как раз-таки лечение нашим парам с бесплодием, да, проводим диагностику, выставляем диагноз, и уже, исходя из того, какая причина явилась, ну, причиной не наступления беременности, уже назначается лечение. Оно может быть консервативное, может быть оперативное, а может быть вот вспомогательная репродуктивная технология, это ЭКО. И мы в нашем отделении оказываем все методы ВРТ, да, это просто ЭКО, это ЭКО-экси. Экси – это когда вот тяжёлая форма мужского бесплодия, и сперматозоид прямо вводят в яйцеклетку, да. Есть программы криоконсервации, то есть замораживаем яйцеклетки, сперму, эмбрионы. Мы можем делать программы костдонорским биоматериалом, есть программы суррогатного материнца. Ну, в общем, весь спектр, да, вспомогательных репродуктивных технологий. Вы были у нас в эфире весной, я удивилась, что, оказывается, у нас в Якутске можно заморозить свой биоматериал до лучших времён. Я не думала, что мы так прогрессивны. Да, это делается давно достаточно и очень успешно. Спасибо. Ещё я узнала, что у нас в Якутске есть банк спермы и яйцеклеток. Это люди-доноры, которые хотят отдать свой биоматериал за деньги, то есть заработать таким образом. Ну, да, там, наверное, много факторов, которые движут этими людьми. То есть это финансовая составляющая и другие какие-то, видимо, желания. Ну, что ими движет, да, прийти сдать, помочь людям, которые не могут иметь собственных детей. И вот, да, недавно вышла статья в ЕСИА, и уже поступило несколько звонков. Сейчас вот эти потенциальные доноры будут проходить обследование. Так интересно узнать об этом подробнее, сколько это стоит и кто эти люди. Ну, конечно, это такая, наверное, конфиденциальная информация. Нет, ну, в смысле, сколько стоит сдача биоматериала, это не конфиденциальная информация, да, то есть мы... Там прям можно хорошо заработать? Ну, нет, это не прям бизнес. Но за сдачу спермы одна доза, это 3000 рублей, да, для мужчин. А сдача яйцеклеток, это более сложная операция, ну, манипуляция, да, она стоит 30 тысяч рублей для женщины. То есть женщина, которая отдаёт свою яйцеклетку, может заработать 30 тысяч рублей? Яйцеклетки. А яйцеклетки? Да, проходится стимуляция в ляции, да. А что, какой минус, есть ли какой-то минус для неё для дома? Ну, любая манипуляция, там же идёт авариальная... Нет, ну, больших рисков нет. Если бы были большие риски, таких бы программ просто бы напросто не было бы, да. Просто, конечно, женщина пройдёт гормональную стимуляцию. Будет пункция. Это не операция, но такая инвазивная процедура, да. Ну, вот эти, да, манипуляции, которые могут всё-таки нести какой-то процент небольшой осложнений. Поэтому женщина, идя на донорство, да, она подписывает информирование согласия, она обо всём информирована и понимает, какие риски могут быть. Какая интересная у вас работа. Спасибо. Давайте перейдём к вашим коллегам, чтобы мы успели в этом блоке рассказать и о том, как работает ваше отделение. Расскажите, пожалуйста. Ну, я работаю заведующей отделением для новорождённых. То есть я уже получаю детей новорождённых, да. Ну, и в нашем отделении проводится обязательное скрининговое исследование, да. Ну, туда входят такие исследования, как УЗИ головного мозга, органов брюшной полости. Всем детям проводится общий анализ крови. Кроме этого, значит, проводится скрининг на врождённые критические поруки сердца. Это очень важное исследование, да. И вот с 1 января 2023 года введён такой скрининг, расширенный ненатальный скрининг. Ранее до этого этот скрининг включал всего лишь 5 заболеваний, да, ну, таких редких, но очень серьёзных заболеваний. И исход лечения зависел от именно раннего выявления. А сейчас уже расширенный скрининг проводится на 36 заболеваний, да. То есть добавилось ещё 31 заболевание. Это группы, такие, наследственные болезни обмена, первичные иммунодефициты и... Спинальная мышечная атрофия первого типа или болезнь... В общем, да. Было 5, а стала? Спинальная мышечная атрофия первого типа. Да-да-да. Или болезнь Вернига-Гофмана. Вот, значит, для этого мы новорождённым детям в возрасте 24 часа, ну, до 48 часов, из пяточки берём на специальные тест-бланки забор крови проводится, да, и эта кровь далее передаётся в медико-генетический центр, также в ней генетики города Томска передаются эти тест-бланки, ну, и выявляются таким образом вот эти вот редкие заболевания. Также в наши скрининги входит ещё аудиоскрининг, да, проверка слуха детей. Ну, вот это вот основные скрининги, которые проводятся новорождённым детям. И насколько успешно потом, если вот вы рано диагностировали какое-то из этих заболеваний, насколько успешно от него может ребёнок излечиться или не излечиться, просто будет... Я могу сказать. Да, пожалуйста. Неонатальный скрининг – это массовое обследование новорожденных. И он позволяет... Самая главная цель вообще этого неонатального скрининга – как можно раньше выявить больного ребёнка, начать лечение, таким образом предотвратить грубую инвалидизацию ребёнка, умственно отсталось, возможно, даже летальный исход. Поэтому вообще неонатальный скрининг – это очень важная процедура, проводится по всей России. Вот Кира Анатольевна это уже сказала. И все те заболевания, которые вошли вот в этот проект, в расширенную программу 36 заболеваний, необходимо знать, что они все лечатся успешно, то есть современными методами лечения. То есть есть лечебное питание или заместительная гормональная терапия, вот. А почему нельзя, когда ребёнок ещё находится в утробе, у мамы? Потому что до клинической... А, в смысле? Ну, взять вот анализ, когда он ещё только в утробе, у мать, чтобы на ранней стратегии. В утробе. Есть такое, это называется дородовая пренатальная диагностика. То есть это тоже диагностика наследственных и врождённых заболеваний. Это в первом триместре беременности. Вообще пренатальная дородовая диагностика, она состоит из нескольких методов. Это инструментальные методы исследования этого, например, ультразвуковое исследование плода, биохимические методы и цитогенетические. Вот биохимический анализ на сывороточные маркёры проводится также у нас в лаборатории в медикогенетическом центре. То есть все беременные, которые встали на учёт, они сдают кровь и проходят УЗИ. На сроках 11-13 недель, 6 дней. И вся кровь доставляется к нам в лабораторию, то есть со всей республики к нам доставляется. И с помощью биохимических анализаторов в сыворотке крови определяются такие маркёры, как бета-хорионический гонадотропин и плацентарный белок А. И протокол ультразвукового исследования. То есть это комбинированный скрининг. И с помощью компьютерной программы Острая проводится индивидуальный расчёт риска на хромосомные аномалии плода. И ещё с 2023 года, как в первом триместре, также проводятся расчёты риска акушерских осложнений, такие как преэкламсия, задержка роста, развитие плода и самопроизвольные роды до 34 недель. То есть женщина, если попадает в эту группу риска, то её дальше обследуют. И это необходимо для врача, для дальнейшей тактики введения беременности и родов. Получается, такой долгий процесс, такой затяжной, если так подходить с научной точки зрения. Сначала нужно планировать беременность. Это за полгода. Родители должны позаботиться каждой о своём здоровье. Это полгода ты должен брать ответственность за свой образ жизни, за свой режим, за обследование полностью, которое можно пройти в своей поликлинике, а можно пройти в вашем центре. Нет, это обычно проводится в женских консультациях или в поликлинике по месту жительства. То есть это всё равно хлопотно. Это много врачей, много походов, обследований. Потом, когда рождается уже ребёнок, это нужно тоже обследование пройти, столько взять анализов. Но это уже, наверное, непосредственно, когда ребёнок в вашем отделении. Или вот мы до эфира говорили, вы говорили, что со всех роддомов вам приходят анализы, и вы их смотрите. Это с разрешения мамы, или какая-то мама может отказаться от таких анализов? Или это обязательно? Ну, вообще, все обследования, они делаются только с согласия матери. У нас с мамой все подписывают информированные согласия. То есть они получают полностью информацию о том или ином обследовании, и они, конечно, имеют право отказаться. Также в роддоме, кроме обследований, проводится уже начало вакцинации по национальному календарю прививок. И женщины тоже вакцинируют детей, но единицы, конечно, отказываются. И мы не можем пойти против воли мамы. Я слышала, что нередко сейчас мамы, которые отказываются вообще категорически от любых прививок и просто не дают сделать ни одной прививки ребёнку. Что бы вы сказали таким родителям? Насколько их опасения всё-таки имеют какую-то почву под собой? Ну, хочется сказать, что, конечно, таких мам на самом деле у нас встречается единично. Это не много на самом деле, и это очень хорошо. Ну, а женщины, которые против прививок, я считаю, что это как необоснованно, что они отказываются, да, потому что это, ну, как защита ребёнка от любых инфекций, да, ну, вот, вернее, от инфекций, от которых мы вакцинируем. И эффект от вакцинации как бы уже, ну, научно доказан, и эти вакцины, они не приносят вреда. То есть мы за то, чтобы мамы никогда не отказывались. Желательно всех детей вакцинировать. Боятся осложнений, что говорят, даже после прививок могут развиться какие-то вот нарушения в развитии ребёнка, в развитии речи, интеллектуальном развитии. Ну, я слышала вот такое, что некоторые мамы, у которых дети получили такие заболевания, такие уже, как бы, да, ну, симптомы у них проявились, и официально заболевание у них подтверждено, они говорят, что это возможно было из-за прививки. Ну, вот, ключевое слово здесь «возможно», потому что это же не доказано, что это именно осложнение от вакцинации, а сколько детей, наоборот, получили защиту, да. Вот, например, вакцинации от гепатита B. Раньше были такие осложнения, гепатиты у детей, вплоть до циррозов. Даже, ну, как бы, я в начале своей трудовой деятельности видела таких детей. А сейчас, вот, благодаря тому, что есть вакцинация от гепатита B, ну, таких заболеваний просто нет. Я сама-то сторонник прививок, я за прививки, просто я делюсь тем, что вот на слуху. И ещё в вашем центре есть такое отделение, которое помогает детям, которые родились раньше срока, которые вот лежат в инкубаторах, да, и таким деткам, наверное, совсем нужно по-другому, да, всё, у них иммунитет же ослаблен, и там не до прививок, наверное. Ну, как раз-таки, вот, для таких детей также есть прививки тоже. Да, тоже есть. Да, есть, ну, они получают, конечно, прививки позже, отсроченно, да, но, тем не менее, они также прививаются по своей программе. И они также получают прививки от, ну, таких респираторных заболеваний. Тоже отдельная программа есть вакцинации детей. И неонатальный скрининг, он не отличается, то есть, если это доношенный ребёнок и недоношенный, то есть, они все проходят у нас массовое обследование на наследственные врождённые заболевания. Я хотела бы вот сказать про группы риска. То есть, вот, новорожденные, которые прошли скрининг, они как бы делятся на две группы. Первая группа – это условно здоровые, то есть, для этих новорожденных не требуется дополнительных исследований. Вторая группа – это те дети, которые попали именно в группу риска, то есть, показали отклонения в анализах, да. Для них необходимо сделать повторный скрининг. Вот, и в течение 24 часов эти новорожденные информируются педиатры по месту жительства, и повторно делается забор крови. Для детей, которые попали именно по расширенному ненатальному скринингу, центром подтверждающей диагностики у нас является Москва, это медико-генетический научный центр имени Бочкова. То есть, они или подтверждают, или исключают заболевания. Спасибо вам большое. Наше время подошло к концу. Я благодарю вас, что вы сегодня рассказали, я надеюсь, и полезное, и интересное для наших слушателей и зрителей. Сейчас много делается для того, чтобы увеличить рождаемость, и вам сил, и, конечно же, здоровье. Спасибо за вашу работу. Дорогие слушатели и зрители, увидимся через короткие 4 минуты. Оставайтесь, у нас будут другие гости. Мы продолжим говорить про то, как оставаться здоровым. Дорогие друзья, мы продолжаем снова в прямом эфире и в нашей студии «Снова врачи». И сегодня я рада представить врачей консультативно-диагностического центра и сервисной службы Республиканской больницы номер 1 Национального центра медицины имени Михаила Ефимовича Николаева. Кандидат медицинских наук, заведующий отделением магнитно-резонансной томографии Дмитрий Ноев. Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Врач-рентгенолог отделения компьютерной томографии Люана Иванова. Люана Анатольевна, добрый день. Здравствуйте. Исполняющий обязанности начальника отдела платных медицинских и сервисных услуг Егор Олисов. Егор Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время сегодня быть в нашей студии. Давайте расскажем нашим слушателям и зрителям о том, как правильно диагностировать заболевание, на какой стадии. И насколько часто человеку, который хочет быть в курсе о том, как у него со здоровьем, нужно проходить вот такое обследование УЗИ, томографию, МРТ, КТ. Потому что, в общем-то, не секрет, что многие из нас, из пациентов, боятся часто это делать. Мы боимся лишний раз облучаться. Если, например, сделал флюорографию, думаешь, ну вот следующее какое-то такое обследование подобное лучше перенести. И, может быть, мы где-то ошибаемся. Пожалуйста, кто начнёт? Ранняя диагностика заболевания, безусловно, заключается в ежегодном медосмотре. То есть каждый пациент должен быть, каждый человек должен быть заинтересован в здоровье, в своём здоровье. Он должен проходить обследование. Медосмотр, он ежегодный. И в бюджетных организациях они, как бы, организованные, проходят сразу. А есть индивидуальные предприниматели, которые должны уже сами заинтересоваться в своём здоровье и проходить ежегодный медосмотр. Также есть углубленные более методы. Это диспансеризация. Она раз в три года проводится, это до 40 лет. Потом уже, конечно, ежегодно. Если говорить о диспансеризации, мы там сдаём, в общем-то, определённый перечень анализов каким-то, да? На боре углубленные. Да. И ты смотришь иногда, что с анализами у тебя всё хорошо. А потом вот просто, например, пойдёшь что-нибудь проверить. А оказывается, что именно по УЗИ у тебя определят какое-то либо уже начальное заболевание, либо что-то с органом не так, либо он увеличен, либо, не дай бог, новое образование. Почему может так произойти по анализам человек, в принципе, в норме? А вот именно УЗИ-обследование, которое, кстати, не входит в диспансеризацию, да? Это же дополнительное, позже по анализам смотрят. А вот УЗИ-обследование покажет другую картину. Есть заболевания, которые клинически не проявляются. То есть по лабораторным методам как будто бы всё нормально. И по УЗИ, и по компьютерной томографии, или по ОМРТ находим какое-то образование, да? Или опухолевое заболевание. Ну, есть такое проявление, ну, состояние, да, этих опухолей, что они не проявляются никак ни клиническими, ни лабораторными методами. Поэтому иногда бывает так, что мы их выявляем случайно при проведении ультразвукового исследования компьютерной томографии или магнитной резонансной томографии. Поэтому бывает часто, что у пациентов является злокачественное образование именно вот в поздних стадиях, третьей, четвёртой стадии. Это из-за того, что они клинически не проявляются никак. То есть, в общем-то, это уже как судьба, да, как у человека. То есть он может даже и прийти, и обследоваться, но врач может не увидеть на ранней стадии. Поэтому очень важно проходить медосмотр ежегодно, диспансерное наблюдение. Но опять же, это не стопроцентная гарантия выходит того, что ты здоров. Да. А насколько часто можно проходить, вот, например, насколько можно совмещать МРТ, например, органа, КТ и УЗИ, вот эти вот обследования? УЗИ и КТ, они безвредные методы. Безвредные вообще это не облучение? Нет, там нету. Есть лучевая нагрузка при прохождении рентгенографии, компьютерной томографии. Но в настоящее время все аппараты цифровые, то есть лучевая нагрузка у них минимальная. А вот флюорографию мы делаем, это тоже минимальная? Да, минимальная. Но она есть, но минимальная? Они цифровые тоже сейчас проводятся. Да, то есть нет какой-то безвредной дозы, не существует. Всё равно есть. Да, вред есть, но дело в том, что уже минимализация, то есть чем меньше, тем лучше уже исследование. Поэтому означают сначала более простые исследования, такие как рентген. Он идёт прямым лучом, то есть двухмерное изображение, а КТ, оно уже больше нагрузку даёт. Поэтому облучение там будет больше. А вообще у человека один миллизиверт в год. Как бы поэтому придумали такую САНПИН, если существует, когда один миллизиверт на человека может облучаться в год. Но если есть такая вероятность превышения дозы, это уже когда есть какие-то подозрения на заболевание. Получается при КТ минимальную дозу можно получить при исследовании костей, нижних конечностей. Голова тоже где-то до двух миллизиверт выходит. На остальные органы уже больше. Вот когда ковидом болели люди, достаточно часто делали вот КТ, да, по-моему, легкие КТ. Это там делали практически каждый месяц. У кого-то даже два раза в месяц делали. Насколько это могло навредить? Это по клиническим показаниям можно проводить. Если пациент, какое-то есть заболевание, злокачественное образование, да, тогда уже по показаниям можно проводить исследование. И лучевая нагрузка всё равно у них ниже, то есть лучевой болезни не будет. Ну, моментального эффекта нету, то есть сразу никаких ожогов, лучевой болезни не возникает. Это всё как накопительный эффект. То есть чем больше ты будешь проводить исследования, уже с возрастом, возможно, да, почему более высокие риски онкологических заболеваний именно вот в возрасте у человека снижается, иммунитет, всё то, что накопилось за жизнь, да. Тогда выходит всё-таки, чем реже, тем лучше. Тем лучше, да, безусловно. Тем более, что на ранних стадиях ты можешь просто, ну, прийти, у тебя будет всё хорошо, и можно не рассмотреть что-то, ну, вот какое-то заболевание, да, вы говорили, что даже если человек сделает обследование, могут не увидеть на ранней стадии. Тогда лучше пореже. Значит, всё-таки мы правильно думаем, я как пациент, что если пореже, то и нормально. Насколько важно, чтобы аппараты были, допустим, ну, новые, да, или которые недавно только эксплуатируются, потому что я слышала такое, верно это или нет, что если аппарат уже, ну, такой, достаточно долго эксплуатируется, он может навредить пациенту. Нет, постоянно проводятся проверки этих аппаратов на работоспособность, на лучевую нагрузку. Такого нет, не бывает. Обычно в поликлиниках по месту жительства нам предлагают сделать, да, и УЗИ, и КТ. А в ваш центр приходят люди по направлению, когда нужно более глубокое обследование? Да, у нас больница является третьего уровня, поэтому к нам приходят на обследование с других поликлиник, с центральных улосных больниц, да, и проводят обследование углубленное. Ещё мы сегодня хотим поговорить, планируем поговорить о платной медицине, да, которую можно получить. Это те люди, которым, наверное, очень некогда, которые хотят сразу весь пакет. Расскажите, пожалуйста, Егор Владимирович, о том, как это можно сделать, насколько быстро, насколько мобильно, и для какого кошелька? Да, у нас в нашем центре разработаны комплексные программы для обследования организма, для выявления разных диагностик заболеваний, да. Они у нас разделены по профилям, как для взрослых, так и для детей. Профили у нас разные, это как кардиология, неврология, гастроэнтерология и комплексные исследования всего организма. Вот, а у нас они все разделены на комплекс, на профили для того, чтобы человек, который, он подходит к нам, пациент, он уже подразумевает, какие у него примерно заболевания у него есть, поэтому он хочет обследоваться именно вот по этому профилю, как бы организм свой посмотреть, то есть консультации там, чтобы не было у пациента, который хочет пройти, проверить свой желудок, как консультация офтальмолога, да, ему это как бы незачем, да. Вот, также у нас есть еще и программы, которые поступает пациент, он разрабатывает, к нам, когда пациент приходит, он приходит в консультацию обязательно на первичную терапевта, да, то есть он создает специально для данного пациента, может создать, в принципе, да, для данного пациента комплексную программу, которая нужна именно ему, да, то есть выбирает для него специально его анализы, которые нужны, то есть пациент приходит просто к нам и жалует, у меня вот это были, это, 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 да, и врач, основываясь на своем опыте, назначает ему те исследования, которые ему нужны, а те, которые ему, ну, как бы не нужно абсолютно, он их убирает, индивидуально все рассматривается, да. Ну, чтобы тоже меньше все-таки под воздействием было, да? Угу, также все вот, основываясь на этом, мы разрабатываем программу. По поводу стоимости, это у нас по детям, это от 15 тысяч получается, но там уже полное обследование идет, да. Это прям полностью ребенок обследуется, все органы? Там по профилям, конечно, да, там делится, какие-то профили подороже будут, когда у нас есть, допустим, чекапы для подростков, для, ну, мальчиков или девочек, там, конечно, другая цена, да. Это вот можно прям, ребенок, в общем-то, здоров, просто родители тревожатся и прийти его обследовать. Да, все верно. Или же какая-то есть жалоба, да? Да, все верно. Так и так. У нас как раз по детям, азин по возрастным категориям, да, то есть то, что нужно как раз растущим организмам, когда у него сбои с гормонами и так далее, то они к нам подходят и проходят данное обследование, и мы как раз смотрим. А по взрослому у нас комплексная программа начинается от 22 тысяч примерно, вот так вот. Ну, в общем-то, доступные суммы с учетом того, что здоровье, как говорится, деньги не купишь. Какие заболевания на сегодняшний день лидируют? Расскажите, пожалуйста, как из первого мусора. В настоящее время лидируют сердечно-сосудистые заболевания, как и во всем мире, и у нас в республике. Это инфаркты, инсульты, основном так. У нас есть ишемическая болезнь, да, у нас как раз открылся кардиососудистый центр, который мониторирует заболевания по всей республике, и к ним поступают в экстренном режиме со всех улусов пациента. Да, очень большой, красивый центр. Как раз врачи весной у нас были из этого центра и рассказали о том, как он работает. Возможно, я что-то упустила, у нас остается уже не так много времени до конца эфира, возможно, я что-то не спросила, а вы бы хотели о чем-то рассказать нашим слушателям и зрителям о работе ваших отделений, вашего центра? Ну, возможно, вот, как вы говорите, да, в ФЛГ мы проходим ежегодно, это же обязательно, то есть, если для ранней диагностики туберкулеза, онкологических заболеваний, если нет никаких изменений, ну, всегда выдаётся норма. Уже какие-то изменения появились, уже рекомендуется какое-то дообследование. Дообследование не обязательно отправляют на КТ, то есть, они могут назначить просто консультацию, допустим, в тезиатра, и он уже будет смотреть по своему профилю. Если это одиночный какой-то очаг, там уже есть подозрение на онкологию, получается. Врач уже также, также по назначению направляется на КТ и уже, скорее всего, будет проходить именно в динамике по КТ, то есть, будет наблюдаться рост. Или уже на поздних некоторые выявляются, да, когда уже есть метастазы. В основном у нас подвергаются большие лёгкие. А для тех людей, кто переболел ковидом, вот в сложной форме, кто был в реанимациях, насколько нужно, ну, более тщательно, чем раз в год, подходить к обследованию уже своих лёгких? Нет, часто не нужно проходить всё равно. То есть, у вас изменения остались, они фиброзируются, скорее всего, некоторые. Если помоложе человек, то очень хорошо рассасывается. То есть, лёгкие восстанавливаются. Прям полностью восстанавливаются. Там же было вот сколько-то, да, там процентов оставалось. Да, процент поражения там большой бывает, и если молодой организм, то он хорошо справляется. А если не молодой, и было, например, там по 80% поражения? Уже есть фиброзные изменения, да, фиброзные изменения образуются. А что это просто наблюдает? Это так, сжимается паренхема лёгких, и, ну, нету свободного места, например. Как дышать тяжело. Фиброз. Немножко уменьшается. Объём. Немножко уменьшается объём лёгкого. Вот. Ну, часто не нужно проводить всё равно. Это только, опять же, по показаниям, какие-то симптомы, если появились. Также ФЛГ, он проходит по ФЛГ, также выявляется, если вот, ну, ковидом переболел, изменения есть, но каких-то свежих очагов нету. Поэтому они выдают как норму. Требуется консультация специалиста. Если он, ну, подумает, что он уже на компьютерной томографии, то он направит. А если нет, то уже по показаниям. Да, по состоянию самого пациента. То есть, если он думает, что у него есть необходимость проверить. Конечно, если человек всё здоров, как в организме у него всё ладится, он, конечно, не то, что я должен по графику пройти раз в год. Ну, как бы можно, конечно, но чаще, конечно, не стоит. А так, если у пациента что-то вылет, конечно, да, то он должен обратиться, естественно, заранее. Потому что, как сказали коллеги мои, то что онкологию как раз-таки выявляют при ранней диагностике. Причём пациента ничего не валит, а это как раз-таки случайно выявляется в основном на ранней диагностике. Вот, например, раз в год мы обязательно проходим эту флюорографию, делаем, да. Потом, например, женщинам раз в год всё-таки сделать УЗИ. Да, маммография, УЗИ малого таза, почки, печень, вот это вот всё тоже, наверное? УЗИ можете сделать. Это по лабораторному же. УЗИ органов мышечной полости, какие-то лабораторные анализы. Сколько должно времени быть, вот, например, между УЗИ одного органа и УЗИ другого органа? УЗИ – безвредный метод, там такого ограничения нет. УЗИ – безвредный день можно посмотреть сразу несколько органов. Тогда, вот, как вы говорите, да, например, можно мобильно это сделать, да, обратившись у кого-то, например, со временем проблему, кто хочет это сделать достаточно быстро. Может быть, у вас есть какие-то пожелания к тем людям, которые к вам приходят, или к потенциальным вашим пациентам? Может быть, вы что-то хотите сказать? Мы сейчас выходим на большую аудиторию, пожалуйста. У нас пожелание к слушателям и зрителям то, что надо смотреть в свой организм, да, тем более сейчас мы все перевалили тем или иным способом ковидом, да, то есть это любым способом. Ну, в любом случае ослабил наш организм, да, молодой ли, возрастной ли, поэтому стоит обращать внимание на симптомы, которые могут возникать. То есть даже если это простой простуда, да, то она может сейчас протекать в другом немножко состоянии, да. Поэтому я призываю всех как бы немножко более внимательно относиться к своему здоровью и проводить осмотр периодически, да. Не ограничиваться тогда диспансеризация, всё-таки идти в свою поликлинику во место жительства, да, или приходить в ваш центр. Да. Ну, ваш центр, наверное, всё-таки по направлению, да, наверное, всё-таки более для глубокого обследования, у вас более-таки сложный пациент. А так по месту жительства, значит, брать направление у своего терапевта и проводить УЗИ всех органов, да. Раз в год этого будет достаточно. Ну, ладно, по состоянию, да, получается. Спасибо вам большое, что вы нашли время сегодня и пришли в нашу студию. Я думаю, что, наверное, мы, может быть, кого-то из наших слушателей и зрителей избавили от страхов, то, что, ну, кто боится часто, да, делать УЗИ, КТ, томографию. Кстати, томография, она насколько тоже безопасна или опасна? Томография головы, её вообще же боятся делать страшновато, вот этот... МРТ. МРТ, да. Ну, МРТ тоже безвредный метод, облучения там нету. Просто он связан с сильным магнитом, поэтому есть какие-то ограничения, противопоказания есть, да, это электрокардиостимулятор, нельзя проводить МРТ, какие-то импланты металлические, слуховые импланты, инсулиновые помпы, ну, таким не проводят МРТ-исследования. А так, показания широкие, то есть, безвредный метод от новорожденных до взрослых мы проводим исследования. Спасибо вам большое, нашим слушателям и зрителям большое спасибо за ваше внимание и всем хорошего дня.